Дорожные ограждения Самоходную установку начали в июне Заслуга в разработке принадлежит замдиректору по развитию производства предприятия Роману Логинову Вместе с работником он изучил рынок конкурентов и сделал принципиально новую машину как по качеству, так и по характеристикам От импортного аналога она будет отличаться тем, что у нее будет гораздо меньше электроники Так как электроника, к сожалению, ломается достаточно быстро И обслуживать в наших условиях, в российских, особенно где ведут дорожные работы, не получается Первое. Второе. Мы под нее специально заказали на Минском моторном заводе двигатель, который адаптирован под нашу всеядную солярку В отечественной своебойной конструкции отличается межсервисный интервал Не придется менять масло через 100 или 200 часов Работать в один заход двигатель сможет не менее 1000 моточасов Кроме того, своебойная машина российского производства дешевле на 25% В то время как цена импортного аналога достигает 7 миллионов рублей Сейчас установка проходит последние доработки Испытывать первый образец планируют в начале следующего года на Волжском мосту В дальнейшем мы будем увеличивать модельный ряд То есть это будет не только забивальная машина Это будет и бурильный оборудование и так далее И оно пойдет не только для дорожной отрасли, но также и для газо-нефтяного сектора В планах выпускать порядка 20 своебойных машин для монтажа дорожных ограждений в год Новую продукцию планируют поставлять и за рубеж У нас же есть и российская филиальная сеть, это 12 филиалов И есть зарубежная сеть из 13 филиалов Это дает нам большие возможности по сбыту Соответственно, мы просто добавляем новые продукты и также в этих сетях реализуем Завод входит в число крупнейших предприятий Ульяновской области В 2015 году завод внесен Минпромторгом Российской Федерации В перечень предприятий, влияющих на экономику страны Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ Редактор субтитров А.Семкин